Hello, hello! Приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Рада видеть вас на своём канале. И сегодня мы продолжаем наш курс Sound Natural. У нас 85-й урок, и мы говорим о фразе What do you say? Что скажешь на это? Такую фразу можно услышать, когда, скажем, вам предлагают что-то сделать и хотят узнать ваше мнение. Ну, что скажешь? Как тебе эта идея? What do you say? И давайте посмотрим на примеры What do you say about going to the cinema this afternoon? Что скажешь насчёт того, чтобы пойти сегодня днём в кино? То есть, у меня есть идея пойти в кино. I have this idea to go to the cinema. Or to go to the movies. Другой вариант этой фразы. Я предлагаю, я делюсь этой идеей. I share this idea. И хочу узнать ваше мнение. Мнение своего друга, того, с кем я пойду. И говорю What do you say? Обратите внимание, что очень часто у нас будет вариант именно такой. What do you say about doing something? То есть, после about будет действие в инговой форме, которое я предлагаю сделать и хочу узнать мнение моего собеседника. What do you say about going to the cinema this afternoon? Let's go by plane. What do you say? Ну что, полетели на самолёте? Как думаешь, да? Какое твое мнение? Что скажешь на это? То есть, моя идея не ехать на поезде, не ехать на автобусе, на машине, а идея лететь на самолёте. Let's go by plane. И я делюсь этой идеей и хочу узнать мнение, да? Получить даже одобрение. What do you say? В принципе, чем-то даже похоже на вот этот официальный оборот. Shall we? Shall we go by plane? Shall we go to the cinema? Но shall в американском варианте прям совсем-совсем выпало, да? Не любят американцы. Это shall ужасно. И поэтому вот есть у нас различные фразы-заменители. Третий пример. What do you say about some light music? Что скажешь насчёт того, чтобы послушать лёгкую музыку? What do you say about? Видим снова тот же шаблон. И дальше у нас нет действия в третьем примере. У нас есть только существительное. Но мы сразу его и говорим. What do you say about some light music? Что скажешь насчёт лёгкой музыки? Понятное дело, мы её будем слушать, да? И давайте подведём итог. Фраза what do you say может использоваться сама по себе. Вот как в примере 2. Let's go by plane. What do you say? Фраза может использоваться с дополнением. Тогда появится слово about. И дальше либо существительное, либо глагол в инговой форме. Давайте ещё разочек повторим наши примеры. What do you say about going to the cinema this afternoon? Let's go by plane. What do you say? What do you say about some light music? И теперь мы с вами переходим к диалогу. I'm so upset. What the matter? My girlfriend broke up with me today. I'm sorry to hear that. Hey, what do you say you and I go to the movies this afternoon? Maybe that will cheer you up. That sounds like a good idea. Sure it is. It will get your mind off your girlfriend. I mean your ex-girlfriend. Итак, ситуация такая вот трагичная. Да, парня бросила девушка. Я такой расстроенный. А что случилось? Меня девушка бросила сегодня. Ой, как жалко слышать об этом. Слушай, а что скажешь насчёт того, чтобы мы с тобой пошли сегодня в кино? Может быть, это тебя немного взбодрит? Да, вроде хорошая идея. Конечно, хорошая. Ты сможешь отвлечься от этой своей девушки. Я имею в виду от бывшей девушки. Итак, здесь у нас есть интересные обороты, словечки. I'm so upset. Я расстроен. Be upset. Быть расстроенным. Или расстроиться. В русском языке при переводе появляется глагол. В английском языке это связка be плюс прилагательное. Be upset. Быть расстроенным. What the matter? Что случилось? Знаем этот вопрос. My girlfriend broke up with me today. Со мной сегодня рассталась девушка. Break up – это расставаться. То есть, когда кто-то кого-то бросает в отношениях. My girlfriend broke up with me. То есть, девушка рассталась со мной. Девушка бросила меня, когда, today, сегодня. I'm sorry to hear that. Как жаль это слышать. I'm sorry to hear that. Знаем уже этот оборот. Когда вы хотите посочувствовать человеку, говорите I'm sorry about that. Или I'm sorry to hear that. Hey, what do you say you and I go to the movies this afternoon? Видим, что здесь у нас в какой-то степени вариант вот этой фразы. What do you say about going to the cinema this afternoon? Но здесь у нас есть небольшие изменения. What do you say? И дальше, смотрите, мы без каких-либо союзов, без запятых, сразу присоединяем предаточное предложение. Оно звучит так. You and I go to the movies. Всё это, you and I go to the movies, воспринимается как бы как единое понятие, как it, как существительное, грубо говоря. What do you say you and I go to the movies? Но мы могли перефразировать и сказать What do you say about going to the movies? И видим, что можно говорить не только go to the cinema, можно говорить go to the movies. Maybe that will cheer you up. Может, тебя это взбодрит. Cheer up, взбодрится. Cheer you up, взбодрит тебя. I'm sorry to hear that. Hey, what do you say you and I go to the movies this afternoon? Maybe that will cheer you up. That sounds like a good idea. Звучит хорошо. That sounds или that sounds like... И дальше говорим впечатление от того, как для нас это звучит. Хорошо, плохо, интересно, интригующе и так далее. Sure it is. Конечно. Ещё бы. Это точно. Sure it is. It will get your mind off your girlfriend. I mean your ex-girlfriend. Это поможет тебе отвлечься от девушки. Я имею в виду от бывшей. Get mind off. Отвлечься. Да, как бы отвести мозг от этого. От чего? Of your girlfriend. Видим, что get mind off. Get someone's mind off. Это как бы одно выражение. Отвлечься. Если вы хотите сказать, от чего отвлечься, мы дальше даём предлог of и объект, мысль, от которой нужно отвлечься. It will get your mind off your girlfriend. I mean, я имею в виду your ex-girlfriend. Твоей бывшей. Да, ex-бывшей. Ну и вроде бы так всё по этому диалогу. Теперь давайте его прочитаем с вами по ролям. Давайте я буду за грустного парня, а вы будете за человека, который его поддерживает. I'm so upset. My girlfriend broke up with me today. Well, that sounds like a good idea. Окей. Теперь мы меняемся с вами ролями. Теперь вы будете грустным парнем. Ну, говорите ему, видите, мало чего нужно. А я буду вас активно поддерживать в вашем нелёгком деле забывание бывшей или бывшего. Начинайте. Start, please. What the matter? I'm sorry to hear that. Hey, what do you say? You know, I go to the movie this afternoon. Maybe that will cheer you up. Sure it is. It will get your mind off your girlfriend. I mean, your ex-girlfriend. Ну, такие вот позитивные мысли тоже, в принципе, помогут немножко отвлечься, да? Всегда помогает, когда есть человек, который поможет вам отвлечься, да? Потому что в одиночку переживать горе это тяжело. Чего уж тут говорить. А когда ты переживаешь его в компании, кто-то тебя может отвлечь. Это же, это отлично, да? Хорошо, когда есть такие люди вокруг нас. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем наш урок. У нас сегодня мало новых выражений, но, в принципе, сам по себе диалог, мне кажется, достойен вашего внимания. Обязательно послушайте наших дикторов, они еще разочек прочитают весь материал, который мы разобрали с вами сегодня. Я буду с вами прощаться. Меня зовут Елена Викторовна, кто подзабыл. Мой канал называется OK English. Подпишитесь, если вы до сих пор этого не сделали. Нажмите на кнопку со звоночком, чтобы уведомления приходили к вам на email, когда появляются новые уроки. И до скорой встречи, друзья мои. Wish you all the best in your studies. Bye-bye. Sentence Structure No. 85 What do you say? Examples 1. What do you say about going to the cinema this afternoon? 2. Let's go by plane. What do you say? 3. What do you say about some light music? Dialogue I'm so upset. What's the matter? My girlfriend broke up with me today. I'm sorry to hear that. Hey, what do you say you and I go to the movies this afternoon? Maybe that will cheer you up. That sounds like a good idea. Sure it is. It will get your mind off of your girlfriend. I mean, your ex-girlfriend. What is Ke mind if your bio is so tell? ービobälle 6. 13. 13. 14.